На берегу такого не можешь испытать, только вот на воде. Все эти пороги, водопады, это понятно, что ты жив и живешь. И когда ты возвращаешься после большого путешествия, где-то там прям искал жизнью, и все проблемы, вот эти городские жизни, они уже не такие же проблемы. Это фрагмент нашего сюжета 2017 года. Кирилл тогда рассказывал о покорении 25-метрового водопада Митлака в Америке. А еще в его послужном списке водные маршруты высоких категорий сложности. Африки, Китая, Норвегии, Непала, Португалии и, конечно, Горного Алтая. К слову, на реке Башкаус в этом сезоне он был пять раз. Он знал каждый порог, поэтому это просто какая-то нелепость. Я не могу по-другому это объяснить. Это невозможно. Этого не должно было случиться. Он должен был вернуться 1 сентября домой. Близкие друзья говорят, водным спортом он занимался с 15 лет, каякингом уже 10. И безопасность свою и коллег всегда ставил превыше всего. Вот эта книга Антона Свешникова была настольной у Кирилла. По ней он учил молодое поколение любителей водных преград. Кирилл для меня был примером. Я ориентировался во многом именно на его оценке препятствий, оценку риска и вообще все состояние группы, состояние воды и так далее. Я был свидетелем, что он отказывался от какого-то прохождения препятствия. То есть он разумно всегда подходил и не допускал никакой ни драмы, никакой там мистификации этого всего. Всегда у него все было четко оценено, взвешено. Как случилась трагедия и почему она произошла, сейчас рассуждают и рассказывают многие. Елена, девушка Кирилла, пока в шоке от случившегося, но хочет, насколько это возможно, продолжить реализацию его планов, чтобы все соревнования, организатором которых он был, назовем лишь несколько, Король Азии, Кумир Алтая, Каяк Кросс на Барнаулке, продолжали проводиться. Он жил идеей. Он не коммерциализировал свои проекты, он просто развивал каякинг. И он на самом деле любил это дело. Татьяна Голубева, Александр Антропов, День с толком.